Ну а теперь мы передаем слово Косте Марсу, нашему синер-андроид-разработчику и Тим Лиду. Давайте поаплодируем. Всем привет. Как Лена уже сказала, меня зовут Константин Марс. Работаю я в компании DataArt, как и Никита. И вы, мне кажется, сейчас послушали хардкора, да? И, может быть, если вы немножко устали, давайте переключимся на картинки, на что-нибудь попроще, на какие-то базовые вещи. Почему-то не слышал вопросов про основы архитектуры. Скажите, все используют Clean Architecture у себя в проектах? Хорошо. А кто знает, что такое Clean Architecture? Уже лучше. А кто пользуется принципами Solid? Solid. Такий солидный принцип. Окей. А кто пробовал Architecture Components в проектах? Замечательно. Хорошо. Нет, ну есть, это уже хорошо. Теперь главное, чтобы кликер работал. Отлично. Итак, прежде чем говорить о… Меня, кстати, нормально слышно? Отлично. Прежде чем говорить об Architecture Components от Google, небольшое отступление о том, почему вообще вот такие вещи, как MVP, MVVM, различные фреймворки, такие как Android MVP Helper, Moxie, Mosby, Architecture Components, зачем они появляются, зачем они нужны? И зачем это вообще нужно, когда можно писать код, радоваться жизни и как бы вообще обходиться без всего этого? И первая вещь, которую озвучили на первой презентации, посвященной Architecture Components, архитекторы из Google, было то, что у Android есть довольно хорошие крепкие кости. Вот, скелет. На самом деле так и есть. Эти кости — это Activity, фрагменты, сервисы, что там еще, Broadcast Receiver и Content Provider. И все они прекрасно взаимодействуют. И как Никита уже говорил, там вот есть колбэки, есть ивенты, которые происходят в ваших Activity фрагментах. И их довольно-таки, если вы посмотрите, так оп, немало, немало. Причем они, например, во время вращения экрана, да, во время recreation, Activity, они у вас повторяются. Вы все это знаете, да, все знают там Activity Lifecycle. Не засыпаем. Еще самое скучное не началось. Кроме этого, на самом деле, кроме вращения экрана, смерть Activity или смена Activity, ухода ее из активного состояния может происходить во время так называемого апхоппинга. То есть если вы, например, из своего приложения делаете фотографию с помощью интента или отправляете письмо, запускается постороннее приложение, активным становится другое приложение, а ваше Activity уходит в бэкграунд. Операционная система может убить ваше приложение, пока оно находится в бэкграунде. Это нормальное явление вообще. И вам надо помнить, что у вас там данные какие-то были введены пользователям. Если вы их не заперсистили, не воспользовались замечательным Android MVP-хелпером или чем-то еще, да, там, DBflow или Realm, то пиши пропало. Да, вы не можете полагаться на данные, которые сохраняются в компонентах, увы и ах, несмотря на то, что это компоненты системы. И еще есть такой принцип здравого смысла. Компоненты не очень должны полагаться друг на друга. Вот если кто-то знает, есть там ограничение такое, например, на размер данных, передаваемых в бандле через интент. То есть ограничений достаточно много. Опять-таки большинство из них связаны с лайфсайклом, не обязательно activity, может быть, фрагментом, но тем не менее, с вот такой крутой, большой, длинной штукой, которую на собеседованиях вас будут спрашивать, все равно не забывайте. Ну и есть еще, если вы… Скажите, у кого опыт в разработке больше года? Хорошо. Хорошо. Больше двух? Больше трех? Все, круто. Так, а больше пяти есть? Окей. Хорошо. Вот, я понял. Поэтому у вас только вопросов полезных, хороших. Спасибо. Значит, смотрите, со временем… Хорошо. А кто читал клинкод или клинкодер? Ага, круто. Супер. Вот. То есть если вам знакомы вот эти принципы чистого кода, если вы общаетесь с людьми, которые производят регулярно код-ревью, там, общаются на тему, как бы сделать приложение более, там, robust, scalable, maintainable, вот, то наверняка вы как бы сталкивались с какими-то принципами наподобие. Separation of concerns. В вашем приложении не должно быть кучи всего в одном месте, например, в одной activity, должно быть все разделено. Ну, должно быть какое-то понимание, что для чего-то у вас существует content provider, а не просто база внутри activity дергается. Да, для чего-то существует activity. То есть как бы что-то… приложение-то не куча всего. Окей. Solid user experience. Ну, ваше приложение, опять-таки, не должно быть mess-ом. У вас не должно быть такого, что у вас где-то данные пропадают, появляется сами по себе еще что-то. UI должен быть свободен от application логики. Ну, опять-таки, это избегайте того, чтобы ваше activity содержало слишком много лишнего. Drive UI from model. Вот это уже встречается в реальной жизни реже. В примерах из Google, например, вы можете часто увидеть, что у вас прямо в activity инициализируется Google client, да, для, допустим, Google sign-in. И, то есть в примере, который вы скачаете с GitHub, это будет в порядке вещей, потому что это пример. Вот. Но копировать это в таком же виде себе в приложении, если ваше приложение будет жить больше, чем одну презентацию, как моя, как мой пример, например, да, то, наверное, не стоит. Надо использовать persistent-модель, чтобы у вас все не умерло. Persistent-модель — это там еще один уровень сложности какой-то. Assign clear responsibilities for each model class говорит о том, что, ну, как бы, кроме того, что у вас есть экранчики, да, там, экранчик, введите там, какие-то данные пользователя, возраст, пол и имя, да, и введите, например, там, количество покупок, которые вы хотите сделать. Есть еще что-то под экранами, да, которое отображает бизнес-логику, так называемая доменная модель. И вот эти классы, они должны выполнять каждый свою какую-то определенную задачу. Опять-таки, все это звучит как, ох, в принципе, написано на бумажке, когда вы сталкиваетесь с ними в первый раз. Если вы прошли там через боль нескольких проектов, то вы просто начинаете понимать, что, как бы, это ваше спасение. Один замечательный Google-девелопер, спикер The Fest Baltics, в этом ноябре он приезжает в Ригу выступать на The Fest, Фернандо Цекас, описал в своей статье уже достаточно давно и уже много лет, один из подходов, как разбить ваше приложение, скажем так, как построить ваше приложение в соответствии с принципами здравого смысла, которые также называются Clean Architecture, но это еще не совсем Clean Architecture, как разбить ваше приложение на лейеры. Причем вот эта схема, она прекрасно описывает такой самый логичный подход для Android-разработчика. У вас здесь есть разделение, там, Model View Presenter, да, MVP Pattern. Это относится к тому, что у вас лежит под Activity фрагментом, доменный слой, который содержит обычные Java-объекты, которые между собой взаимодействуют, например, там, модель корзины, модель какой-нибудь, там, продукта, модель ценовой политики или скидочной политики, еще чего-то. И то есть все это вы можете описать с помощью классов, все классно, ОП, и это все у вас почему-то не лежит вот здесь, а лежит аж вот здесь. Persistence, который может быть, оказывается, представлен, ну, не только там SQLite или не только Realm, а чем-то еще, и для этого целый лейер выделяют. И между ними есть два таких разделителя, две границы. Одна бандери — это бандери между доменным лейером и дата лейером. Вот скажу честно, сам не очень люблю, когда люди создают практически копии двух объектов, которые в разных слоях содержатся, и копируют там данные туда и обратно с помощью маппера. Такой паттерн есть. Но в реальной жизни это иногда нужно. И, соответственно, интеракторы, которые осуществляют операции над вашими доменными объектами, ну, например, пользователь кликнул на экране там какую-то кнопочку, там, купить, например, это действие вызвало какое-то изменение в презентере. Презентер, в свою очередь, создал какие-то объекты, например, там, корзина, в корзину положил объект, там, покупка. И вот все вот это вот, что происходит, оно описывается с помощью так называемых интеракторов или use-кейсов, которые описывают именно действия и взаимодействия. То есть ни одно и то же, как бы находится в доменном лейере, но ни одно и то же, что и Plane Java Objects. Простая структура, не привязана никаким фреймворкам, можно реализовывать самому. Напишите Android MVP Helper. Вряд ли. Там надо будет еще потрудиться, но в целом принцип тот же. Постепенно, опять-таки, в той же статье Фернандо подошел к, скажем, к знаменитой статье дядюшки Боба и знаменитым мыслям Мартина Фаулера о том, что вот это separation of concerns, он приходит к слоистости. Слоистость, в общем-то, у вас может быть не три слоя, не пять слоев, может быть какое-то другое количество, но в целом, опять-таки, те же самые entity или доменные объекты, те же самые интеракторы или use case, те же самые presenter или presentation layer, и тот же самый UI, который вот здесь на схемке чистой архитектуры, видите, он описывается как frameworks и drivers. То есть тут уже как бы идет выделение того, что презентеры, которые формируют данные для отображения и оперируют, в принципе, с какими-то моделями, они отображают вот как бы результат каких-то операций на UI, который является частью SDK, частью системы. То есть те же activity — это вот, пожалуйста, UI. И тут тоже в чистой архитектуре проявляется dependency inversion принцип, dependency rule, который говорит, что каждый верхний слой должен знать только о нижнем слое и не наоборот. То есть по-хорошему, опять-таки, в примерах от Google для каких-то отдельных технологий этого нет. Там все в одной куче, и как бы оно работает. Но когда вы строите приложение, которое вам надо тестировать, у вас этот принцип должен работать для того, чтобы вы могли, скажем так, отбросить, например, UI и протестировать презентеры. Простой пример. Окей. Уже ближе, ближе, ближе подходим к самой теме. Еще пару терминов. Один из терминов — это божественный объект, он же монструозный объект. Это если вы пытаетесь все разместить в вашем активите или фрагменте, да, то у вас может такой ножик быть, который… Он может все, но он в карман не влезет. Ну, контекст — это как раз, да, это идеальный пример. Вот God Object. Тяжелые кости, даже не крепкие, а тяжелые. Модульность приложений. На самом деле модульность приложений, если вы обратили внимание, может быть реализована слоями, которые вы можете разбить в пэккеджи, да, а может быть, если вы очень хотите поработать над этим, то может быть представлена как отдельные именно модули Android проекта. Кто-нибудь пробовал Instant Apps создавать? Что такое Instant Apps? Вы не знаете, что такое Instant Apps? Сейчас, окей, смотрите, у Google есть такой новый базборд этого года. Наверное, уже не этого года, чуть раньше не появились. С 16-го года, да, спасибо. Это модульное приложение, которое вы можете непосредственно из строки поиска найти в браузере, например, открыть. Они у вас откроются, нативный кусок приложения, например, 1 Activity с формой заказа. Но при этом у вас не будет производиться установка всего приложения. У вас как бы скачается только вот эта одна Activity, только то, что ей нужно для работы. Но у вас будет такой себе... Типа Аплит, да. Да-да-да. Вот, то есть Instant Apps при построении своем, для того, чтобы создать этот Instant Apps, который быстро очень загружается кусочками, вот, там применяется тула из Android Studio, которая называется Modularize, Modularize, которая предлагает вам разбить ваше приложение на отдельные модули. Вот, как бы, вот модули приложения, да, это, в принципе, вот это оно. То есть, на самом деле, на модули люди могут бить и сами, не обязательно с Instant Apps. Окей. Ну и, наконец, насчет тестируемости. Скажите, кто пишет юнит-тесты в коде? А, в коде? В коде, в своем, в реальных проектах. Вы счастливые люди. На самом деле, да, в моей практике зачастую это считается хорошо, но не всегда есть время. Поэтому, вот, но писать полезно. Окей. Верно, верно. Окей. Итак, мы поговорили о чистой архитектуре, о принципах expression of concerns, о Фернандо Цехосе, и пришли к диаграмме с сайта непосредственно Architecture Components, как то же самое примерно представляют в рамках архитектурного паттерна MVVM архитектуры из Гугла. Все круто. Тот же самый UI Layer, который имплементирует View. Все очень похоже на то, что рассказывала Никита про MVP. Да, то есть у вас есть View, у вас есть Activity. Вместо презентера тут играет роль ViewModel. Есть репозиторий, который мы уже видели, и есть штука такая, которая Data Source. И тут единственное, что добавилось, такое маломальски новое, это LiveData, которую мы сейчас рассмотрим чуть позже. То же самое в рамках уже более так приземленных. Это репозиторий обращается к Data Source, но только Data Source могут быть разные. Могут быть, которые у вас на девайсе, например, Room, да, или какая-то другая ORM или база данных. И Remote Data Source — это доступ к сети. В принципе, все так же, просто, красиво. И be together not the same. Используйте кусочки, разные паттерны, и все будет круто. Что сказал Google про Architecture Components? Представители Google говорят, что это набор инструментов, которые вы можете использовать в своих приложениях. Они классные, они рекомендуются. Но радуйтесь жизни, если у вас уже что-то есть готовое, используйте их. В первую очередь с пониманием, как правильно строить архитектуру, а не с тем, чтобы следовать этому паттерну вслепую. То есть отдельные элементы, такие как LiveData, например, можно использовать в отрыве от Architecture Components, или Room использовать отдельно. То есть нет такого, что принудиловки, все переписываете, приложение все выбрасываете. Окей. Итак, из чего они сами состоят? Первая главная вещь — это Lifecycle Owners. То, о чем мы уже говорили, что у вашей Activity, у вашего фрагмента есть так называемый Lifecycle, то есть события, происходящие с UIM. И первая цель — это… первая цель Lifecycle Owners — это показывать данные и, собственно, передавать эти события, приходящие от операционной системы, к вам глубже в логику приложения. Lifecycle Owners, они же UI-контроллеры или View, они должны содержать данных, реальных данных, да, то есть они должны только отображать данные. И вы должны помнить, что Lifecycle Owners могут умереть, нормально, им можно. И не считать никакие, как бы не содержать никакой логики. Примеры, Activity и фрагмент. Немножко еще раз об ивентах. То, что Никита говорил. Да, действительно, в Architecture Components эта модель упрощена. Она, собственно говоря, смержена к одинаковой для Activity и фрагмента. Но суть в том, что вы можете использовать Activity и фрагменты сами по себе. Вас никто не заставляет отказываться от старого доброго хендлинга Lifecycle в ручную. Но если вы пользуетесь той частью, которая называется Lifecycle от Activity, то вы можете узнать из Lifecycle с помощью GetState метода состояния, в которых находится Activity. Причем фишка в том, что это было сделано исключительно для того, чтобы не заставлять вас все время обрабатывать именно события, которые происходят в определенный момент. Дальше как бы, ну, дальше вы должны помнить. А для того, чтобы, собственно говоря, из Activity в любой момент времени, когда у вас, например, что-то в бэкграунде происходило, вы могли, когда, там, коллекция Observable, LiveData, например, да, обновляет себе данные, чтобы LiveData это могла узнать состояние Activity и узнать, надо с ней работать или нет. Например, она там дестроит. Ну, зачем что-то на Activity отображать, когда это Activity уже невалидно. Поэтому теперь у вас есть не только ивенты, но и стейты. Собственно, в чем и коренное различие между Lifecycle компонентами и непосредственно Activity фрагментами. Примеры, собственно, Lifecycle олнеров — это AppCompat Activity и фрагмент. Так случилось с, по-моему, третьей альфы. И сейчас в документации Google вы можете увидеть, что эти классы как бы ранее использовали с Lifecycle Activity и Lifecycle фрагменты. Сейчас они уже деприкейтут. Используйте спокойно то, что входит в AppCompat Support Library. ViewModel. ViewModel — это Data Holder для Activity фрагментов. ViewModel, как вы уже поняли, просто хранит данные и переживает жизненный цикл Activity. И вот это очень важно. Никогда не должна содержать себе ссылки на любые UI-компоненты, то есть вот эти части основного SDK. Как это будет выглядеть в коде? У вас есть ViewModel, которая наследуется от ViewModel класса. У вас есть какие-то данные в этой ViewModel. Ну и, в общем-то, вы можете из этой ViewModel что-то вернуть, что-то засетить. Все вообще очень просто. Обычная обертка. Почему ее не написать вручную? Сейчас увидим. Да. Еще раз о том, как она переживает Lifecycle. Вот создается Activity. Происходит onCreate. Начинается наш прекрасный Lifecycle с множеством ивентов. И Activity перестает существовать на onDestroyer. То есть вот здесь состояние finished. А ViewModel все это дело переживает, и у нее вызывается метод onClear, onCleared, только когда Activity задестроилась. Теперь, почему это не писать вручную, почему использовать это из Architecture Components? Потому что у вас есть ViewModelProviders класс с статистическим методом off. И прелесть этого метода в том, что вы передаете в... Ну, короче говоря, в этот вот билдер, вы передаете класс в ViewModel, который вам надо заинстанцировать, и передаете ссылку на LifecycleOwner. При этом вот эта штука, она не сохраняет ссылку на LifecycleOwner в ViewModel. Она генерирует ViewModel и подписывает ее на события Lifecycle. Ну, чуть позже еще будет видно, как это все, в общем-то, работает. LiveData. То есть то было ViewModel, теперь появляется еще одна сущность — LiveData. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы тоже, кстати, слушать события UI-компонентов, но при этом управлять еще сабскрипшеном. Как это происходит? Есть Subject. В данном случае это наш LifecycleOwner, Activity какая-то. Он нотифицирует обсерверов. И обсерверы для того, чтобы быть в курсе, они должны подписаться, да? Включить Observation. Либо они подписались, тогда они слушают, либо нет. В примере с Activity это происходит примерно так. У нас есть DetailActivity. У нас есть LiveData, в которую мы, допустим, передаем какие-то данные. И LiveData, в случае, если Activity подписалась на LiveData, то есть вот этот TOF сработал, тогда LiveData пересылает данные в Activity и что-то там обновляет. В случае, если Activity неактивна, то, соответственно, подписка не будет работать. Уже становится скучно, вижу. Окей. Как ее использовать в ViewModule? Просто хранить LiveData и все. Просто хранить и вызывать метпост. Метод пост существует для того, чтобы внутри него можно было затриггерить какие-то обновления. Вернее, внутри него затриггерились обновления тех, кто слушает вот эти обновления. Соответственно, просто переписать LiveData посредством New не есть хорошо, потому что у вас потеряются подписки. Ну и слушать все это можно с помощью метода Observe. То есть у вас была ViewModель, вы получили из нее LiveData, которая хранится во ViewModели. И подписались, слушаете, проверяете, что у вас там данные есть. Все. Отображаете. Все круто, хорошо. Паттерн репозиторий. Как я уже говорил, где-то там у вас есть дата-сорсы, да, есть у вас база данных, есть у вас интернет, облако какое-то. Репозиторий является так называемым единым источником истины, и он ответственен за проверку, актуальны ли у вас данные, надо ли их скачать, что вообще с вашими данными происходит. Например, репозиторий будет имплементировать, то есть в идеальном варианте вы имплементируете какой-то, вы пишете какой-то интерфейс репозиторий, и он имплементируется как самим репозиторием, так и вот этими дата-сорсами. Ну или наоборот, интерфейс, дата-сорс, он все равно будет имплементироваться репозиторием. То есть общий интерфейс. И вот эти методы getUserById, getAllUsers, getUserByName, они будут прозрачными. То есть вы их должны вызывать, обязаны вызывать просто у репозитория. А репозиторий, в зависимости от своей логики, будет вызывать соответствующие методы либо у хранилища, либо у клауда, либо еще где-то. Так, то есть он таким образом служит медиатором. Паттерн-медиатор, паттерн-репозиторий. Ок. Соответственно, то же самое. RemoteDataSource и модель. Идем дальше. Это мы уже видели. Layered. Room. Architecture Components, кроме компонентов, которые служат для управления lifecyclem, вернее, не управления, а взаимодействия с lifecyclem, и кроме observable leavedata, также вошла ORM, которую в шутку так, похоже, назвали Room. Не ORM, а RAWOM. Первое. Конечно же, как всякое ORM, с помощью аннотации она позволяет писать вам меньше кода. Второе. Позволяет валидировать SQL queries, что на самом деле очень круто, потому что раньше при классическом SQL вам надо было написать запрос, и что-то могло произойти в рантайме, там какой-то crash, потом надо было дебажить, проверять и так далее. Тут у вас все ошибки должны, во всяком случае, такие, которые можно проверить в compile-time, должны проверяться в compile-time. Во всяком случае, вы точно не печатаетесь с названием таблицы, например. Ну, типа да. Типа да. И, наконец, Room позволяет вам непосредственно генерировать leavedata и observable rxjava, что, в общем, делает вашу жизнь проще, легче, и не надо дополнительно писать лишние цепочки руками. Что входит в Room? В Room входит непосредственно база данных, это описание всего в целом. Это DAO, Data Access Objects, который описывает запросы и типовые операции с базой данных. И это Entity, то есть, собственно говоря, это таблицы. Entity описывается с помощью аннотации Entity, и, в принципе, достаточно будет еще указать primary key, и все, у вас Entity будет работать. Если вы хотите немножко более advanced работы, то вы можете переменять таблицу, можете указать какие-то индексы, можете задать автогенерацию ID-поля, либо генерировать самостоятельно. И, в общем, это все. Обычное описание, как во многих HRM-ках. Конструкторы имеют одно ограничение. Вы должны указать только один конструктор, который будет доступен в библиотеке Room. Если будет несколько, то не заработает. Соответственно, если вы хотите использовать у одного Entity... Ну, во-первых, если вы помните ту диаграмму со слоями от Фернанда Цехаса, где описывалась конвертация между разными уровнями, да, между Data Layer и Podge, то по-хорошему вам для каждого лейера надо бы иметь свои сущности. Тогда у вас вот эти все конструкторы, они будут как бы для десерилизации находиться, соответственно, в одном пакете для базы данных, в другом. То есть у вас будет разделение контекстов, да, консернов, и при этом у вас как бы везде будет только то, что нужно. Но при этом будет немного дублироваться код. Или много, в зависимости от того, как вы это сделаете. Room предоставляет вам возможность не дублировать код и сделать все в куче. Например, указав аннотацию Ignore, которая скажет, что Room не будет использовать этот конструктор, да, а будет использовать только вот тот один, который вы оставите неаннотированным Ignore. Соответственно, все будет круто. Tao. Data Access Objects, как я говорил, служит для того, чтобы описать запросы. В сущности, в большинстве случаев вы это делали в комнате Content Provider, если писали обычным SQLite. Здесь у вас более простое, такое аннотированное описание. Указали аннотацию Tao, указали запрос. Вот эта штука будет проверяться в Compile Time. То есть, если вы здесь напишите невалидное имя таблицы, то у вас будет синий экран. Ну, на самом деле, не синий экран. Оно у вас там подчеркнулся красным. Скажешь, что ай-яй-яй, такой таблицы нет. Ищите. Соответственно, вы сразу указываете, чего вам возвращать. Вы можете указать, например, списки возвращать. Что хорошо. А можете указать здесь LiveData возвращать. И Room вам автоматически все нагенерит. Можно указать политики на insert методы. Ну и, собственно, delete методы тоже описываются просто. И обратите внимание, что это интерфейс. Вам не надо ни от кого наследоваться, не надо ничего имплементить. То есть, вы просто описали запросы, и у вас все методы автоматически сгенерятся Room. Что круто. Сама база данных. Описывается тоже очень просто, как и во многих ORM. Вы указываете список entity, которые надо подвязывать. Вот это, кстати, у него всех ORM есть. И не обязательно, наверное, нужно, но здесь так сделали. Указываете версию. Можно указать typeconverters на случай, если у вас какие-то типы данных, типа даты или еще чего-то, или денег. Соответственно, сам класс базы данных абстрактный должен быть. Опять-таки, его имплементировать не нужно. И вы в списке методов указываете абстрактные методы для генерации DAO, которые вы уже описали по вот этим вот аннотациям раньше. Есть у базы данных в видении Google одно такое ограничение, которое лично мне не очень нравится. База данных должна быть синглитоном, и это надо написать вручную. Но жизнь из жизнь. В принципе, написать синглитон не проблема. А если вы владеете какой-то библиотекой dependency injection, там, Android Annotations или Dagger, пользуйтесь котлина, вообще замечательно, да. Вот. То есть можно избавиться от этого boilerplate, и все у вас будет работать как надо. Но главное — это не забыть, что это должен быть синглитон. Type Converter тоже очень простые. Вам достаточно написать один класс, и в этом классе описать с помощью аннотаций Type Converter методы, которые будут конвертировать ваши данные. Все тоже очень просто. И да, Google говорит, что вы можете использовать не только Room, но, в принципе, любую библиотеку с Architecture Components, и это не есть проблемой. Используйте, радуйтесь жизни, не переписывайте все подряд. Паттерн репозиторий. Важно отметить, что паттерн репозиторий — это паттерн. То есть это не штука, от которой вам надо наследоваться, это не штука, которую вам надо имплементить. Это просто подход к построению приложения. Поэтому вы можете описать его как класс. Вот, кстати, в Codelab от Google это вот прямо вот так, по-моему, как класс и описывается. В своем приложении лучше всего создать интерфейс Data Source, да, или интерфейс репозиторий, который описывает методы, которые вам нужны. И потом этот интерфейс наследуйте. Во-первых, это сэкономит вам время, потому что студия вам автоматически сгенерит все необходимые методы, если вы уже написали имплемент с такой-то интерфейс. И, во-вторых, вы точно будете знать, что вы ничего не забыли. И у вас идет прозрачное дублирование реализаций с репозитория на Data Source. В примерах Google о том, как пользоваться паттерном репозитории, они говорят, что ваш Network Data Source, например, может в себе инкапсулировать какую-то там интересную логику, да, может быть, даже с запуском отдельного сервиса для скачивания данных. Но при этом Google рекомендует использовать LiveData, потому что вы можете при вызове метода создать LiveData, и потом под эту LiveData подписаться. Причем обратите внимание, здесь метод observeForever, что отличает этот метод от метода, который используется в UI, то, что здесь вам не нужна ссылка на LifecycleOwner, и ваш метод observeForever может спокойно слушать до бесконечности, пока у вас не придут данные. Соответственно, в методе observe, существующем для LifecycleOwner, вам надо было обязательно, чтобы LifecycleOwner был известен, и вы могли отписаться и не передавать вот этот вот коллбек в случае, если LifecycleOwner уже там дестроен. Для бэкграунд процесса, да, или для репозитория, который находится где-то в не UI-ных компонентах, вы просто слушаете, получаете какие-то данные, и затем, соответственно, с использованием соответствующего скетулера выполняете операцию по, например, сохранению этих данных. Все просто, все хорошо. Используем LiveData. Думаем, когда фетчить данные. На моей памяти фетчить данные, когда надо, это проблема, в общем-то, вызывающая иногда долгие споры, хотя вроде простая, но в то же время для каждого приложения вот эту логику нередко реализуют по каким-то своим правилам. Например, если вы хотите скачать по году, да, вам надо определить там разницу в количестве дней. Если вам надо заменеджить какие-то записи пользователя, да, или какие-то трекинги данных с каких-то фитнес, например, датчиков, то ваши данные могут быть более, скажем так, могут соответствовать тем же датам или там аналогичному времени, да, либо просто вам надо будет как-то их агрегировать, суммировать, обновить. И вот здесь уже вам придется логику написать самим. Опять-таки рекомендуется при реализации паттерна репозиторий эту логику написать в одном месте и не дублировать ее, просто вызывать потом для определения, когда качать, когда не качать данные. Соответственно, на основе вот этого метода isFetchNeeded вы можете в дальнейшем определиться, нужно ли вам выполнять фетч из сети, либо, например, выкачать закешированные данные, что очень удобно и сохранит жизнь батареи. Окей. Ну и, наконец, в самой Activity вот эту LiveData, которую вы получили в репозитории, получили из репозитория во ViewModel, вы можете потом уже в Activity опять-таки ту же самую LiveData пробросить и просто подписаться на нее с помощью Lifecycle Avera Observer. Тоже все просто. Примерная схемка для простого приложения Погода, которая вы там в конце презентации, я привожу ссылочку на Codelab от Google, который, в общем-то, описывает, как это все строить, там с примерами можно поклассать, понабирать код и сделать все это рабочим. Но примерно в целом все это будет выглядеть вот так. У вас есть разные Activity. Каждая Activity содержит в себе ViewModel, вернее, ссылается на ViewModel. Каждая ViewModel содержит LiveData, которая обновляется из репозитория. Репозиторий, как бы тут у нас может быть много всего. Репозиторий у нас один на все приложение, такой себе Singleton. Репозиторий обращается к хранилищу данных, либо к сети. Соответственно, вы можете обратить внимание, что в вызовах сети тоже, как бы, могут быть разные API какие-то, но рекомендация при построении архитектуры мобильного приложения не создавать кучу каких-то сервисов, которые у вас будут жить с каждой своей жизнью, а собрать их все-таки в одну какую-то точку, но это не репозиторий, а это в данном случае это Network Data Source, который управляет запросами к различным, например, API. Таким образом, у вас все будет крутиться вокруг репозитория, и приложение будет иметь какой-то целостный вид. И, соответственно, у вас будет expression of concerns. Good. Не так давно в Architecture Components добавилась библиотека, которая называется Paging, которая работает очень похоже с тем, что Никита рассказывал про Paging в Android MVP Helper. Принцип этой библиотеки в том, что у вас есть какой-то data source, не совсем такой data source, как то, что я описывал, но в целом, как бы, суть такая же. Какие-то данные. У вас есть сущность, которая называется Paged List, которая позволяет вам данные, зафетченные по определенным правилам, передать в Paged List Adapter и нотифицировать его о том, что необходимо обновиться. Paged List Adapter, в свою очередь, является наследником RecyclerView и, используя так называемый DiffUtil, анализирует, нужно ли конкретные айтемы в Recycler обновить. И вызывает он Bint View Holder. К сожалению, это не анимация, поэтому тут вы ничего не увидите. Если вы зайдете на сайт, на документацию архитектащих компонентов, там есть красивая анимашка, которая показывает, как у вас там пропадают, добавляются элементы в вот этом списке. Дата-сорсов есть два типа. Более простой, который почему-то до сих пор не заимплементили, чтобы он автогенерился из DAO. И более сложный, который автоматически генерится из DAO. Ну вот, да, просто более сложный, видимо, чаще использует. Более простой позволяет вам выбирать только одну единицу данных от текущей позиции, вперед или назад. TILOT, который более сложный, позволяет вам выбирать range. Как это будет выглядеть в коде? Вначале вам надо будет взять DAO и описать в нем запросы. Ну, логично, да? Все помнят, что такое DAO? Все окей, да? Просто тихо так. Запросы должны описывать методы, как загрузить данные после позиции, да, и до. Обратите внимание, что вот этот вот параметр, который вы передаете в ваш метод, он описывается в запросе с таким вот синтексом, двумя точечками. Вот, я не обратил внимания раньше на описание DAO. То есть так это работает. Соответственно, в описании DAO, после этого вам нужно наследоваться от k-datasource и реализовать интерфейс, который позволит вам эти данные петчить из DAO. Все очень просто. Тут я выкинул одну важную штуку. У вас там еще будет обратная связь с базой данных, чтобы модифицировать, в случае, если у вас были изменения приходящие, да? Вот. Ну, окей. Соответственно, load before, load after. Все то же самое выдергивается. Как это потом использовать? Сейчас увидим, как это использовать. Один маленький point. Вот то, что я говорил, что более сложную штуку реализовали уже, и она работает с автогенерацией. Если для k-datasource вам надо было описывать три метода, которые каждый возвращает в свою коллекцию, то для title-datasource вы можете написать один метод, в котором назвать возвращаемое значение типом title-datasource. И сразу вернется в datasource. Не списки, не leave data, а именно уже, в общем, все вот это вот загенеренное. То есть, грубо говоря, вот эта штука, которая под капотом там сгенерится, она будет сделана за вас. И вы ее получите сразу из data access object, что удобно. В pageant library также входит сущность такая, как pageant list, который загружает чанки из datasource и является посредником. Входит также leave pageant list провайдер, который тоже можно сгенерировать. И который позволит вам сделать вот такую вещь. Сейчас. Leave pageant list adapter. Да. Где он? leave pageant list провайдер будет получен у вас из DAO. И после этого с ним, вот эта вот штука, с ним можно будет работать, также передавая туда конфиг. Таким образом... Sorry за обратное движение. Таким образом вы сможете описать для тайла дата сорса, не указывая дополнительные параметры непосредственно в DAO, а указывая их преддефайненные константами в... вот здесь, в конфиге, pageant list конфиге. В результате pageant list, который вам вы получите с помощью вот этого провайдера, уже будет иметь какие-то дефолтные значения, которые, в принципе, можно при желании там пересоздать динамически. То есть это не за дефайнено будет в коде, не за дефайнено с помощью аннотаций, а как бы вы можете пересоздать еще один конфиг, сгенерировать еще один пейджет лист. Тут leave data как бы это просто обертка, которая позволяет обсервить этот пейджет лист. Sorry, немножко может быть взаимосвязано, но тем не менее. Да, в жизни все проще будет, если начать так вот. Вот. То есть как бы вот эта штука позволяет просто сделать тайл дата сорс более гибким. И, соответственно, заменить его динамически, не привязывая только к коду. Как это будет работать в Activity, например? У вас будет V-модель, которую вы там запровайдили с помощью провайдера. У вас будет Recycler View. Все как бы классическое, как из обычного приложения. После этого вы создаете адаптер, который является вот этим вашим адаптером. И затем подписывайтесь на вот эту штуку user list, которую мы уже видели, которая является leave data с пейджет листом. И, соответственно, когда приходит новый пейджет лист, вы просто передаете его в адаптер, который уже задан для Recycler View. Немножко, конечно, коробочка в коробочке. И даже, наверное, немножко, но тем не менее. Внутри вашего адаптера все будет гораздо проще. Во-первых, вы просто заэкстендели пейджет лист адаптер. Во-вторых, вы передали какой-то div callback, который мы сейчас рассмотрим, как он реализован. И, в-третьих, вы реализовали только on-bind view holder. То есть вам не надо как бы реализовывать внутри адаптера какую-то логику в выборке данных, еще чего-то. Она вся находится отдельно. Она управляется DAO. Зачастую даже вообще генерируется автоматически. В on-bind view holder вам, понятно, надо привязать вот эти данные, которые пришли и обновились, просто к UI. Окей. Div callback тоже очень простой. В div callback два основных метода. Это our item the same и our content the same. Тут обратите внимание, важный момент. Itemы могут быть как бы физически одинаковыми, да? То есть это могут быть реально один и тот же объект. А может быть этот объект пересоздан, но с тем же контентом. Например, у вас юзер, объект юзер восстановился из базы данных. По какой-то причине как-то у вас там репозиторий, как логика сработала, да? Выгрузилась из базы данных объект. Это уже объект с другим поинтером, с другим адресом памяти, да? И при этом контент у него тот же самый. То есть для div callback важно и то, и то. Поэтому вот эту штуку не забываем реализовать. Иначе у вас вот это не the same будет там добавляться или, в общем, менять список. Окей. Вернулись. Как это все выглядит в жизни? Все проще. Defutile видели. OnBandViewHolder видели. Все остальное, в принципе, дата-сорс нам должен сгенерить. И, наконец, все, мы уже подходим к концу. Все нормально. Сейчас я вас отпущу. Два слова о тестировании без примеров кода, без ничего. Смотрите. Вот то, что мы будем говорить сейчас о тестировании, опять-таки, это без привязки к architecture components. Это просто о том, как мы можем при правильной архитектуре приложения, правильный в кавычках, правильный, хороший, можем тестировать. Первое. Есть UI-контроллер, activity-фрагменты, lifecycle, ауноры. Они тестируются с помощью инструментейшн-тестов. Зачастую они тестируются либо на девайсе, либо на эмуляторе, либо с помощью робоэлектрика. Кто использовал робоэлектрик? Что, никто? Хорошо, правильно. Не, на самом деле хорошая штука, но зачастую сильно отстает от SDK, и когда вам надо поддерживать новые версии андроида, то проще тестировать с помощью инструментейшн-тестов. Окей. Потестировали UI. Затем проигнорировали этот верхний слой UI. Помним о том, что у нас есть dependency inversion. Нижние слои о верхних ничего не знают. То есть можно тестировать нижние слои. Нижние слои тестируются с помощью G-юнита, такие как ViewModel, например. LiveData тоже с помощью G-юнита тестируется. Репозиторий тоже тестируются с помощью G-юнита, с которым тоже все хорошо. И да, совсем забыл сказать, что вы должны замокать, да. То есть для UI вы мокали ViewModel, для ViewModel вы мокаете репозиторий. С репозиторией вообще все прекрасно. Там у вас должно быть немного методов, и интерфейс уже должен быть заготовлен, если вы правильно заимплементировали интерфейс DataSource. Соответственно, для репозитория тут может быть чуть-чуть сложнее. Там рекомендуют mock-up-server или что там, wiremock какой-нибудь, овечку электрическую. Вот, тем не менее, тут тоже как бы можно все замокать. Репозиторий протестировали, протестировали эту логику из Fetch Needed, например. Да, или там запустить сервис, не запустить сервис. И все, наверное. Как сказал молодой человек, используйте Kotlin. Kotlin прекрасен. Architecture Components работает с Kotlin. Architecture Components работает с RxJava. Если вы используете MVP, там будет ссылочка на видео с Google Developer Days, проходивших в сентябре, когда еще Paged Library не было выпущено, где Флорина Монтанеску говорила, что радуйтесь жизни. Если у вас MVP, вы можете несколькими способами извратиться и сохранить MVP, добавив туда ViewModel. Вот, то есть можете посмотреть, как это сделать. Можно, в общем-то, комбинировать. Отдельные элементы, одно другому не мешает. Но желательно сильно не извращаться, чтобы был все-таки код читаемый. Была какая-то логичность, да. И, наконец, если вы работаете на Legacy Projekте, застрелитесь. Нет, шутка. Все нормально. Работайте на Legacy Projekте. Если вы от этого не можете никак убежать, вы можете переписывать код. Но для этого почитайте Мартина Фаулера рефакторинг. И делайте рефакторинг не скопом, а пошагово, чтобы вам жилось легче. Да, и, наконец, жизнь прекрасна. Google вас любит. Да. Прежде чем сказать всем спасибо, немножко ссылок. Смотрите. Презентацию мы с вами пошарим. Прекрасный гайд по Architecture Components. Прекрасная документация по библиотеке. Целый набор видео, которых можно хорошо очень посмотреть где-то в фоне, если вы собираетесь применять Architecture Components в жизни. Вот очень рекомендую. Это не только с Google I.O. Есть более новые видео с GDD. И, наконец, есть на GitHub замечательные примеры использования Architecture Components. Единственное, помните, пожалуйста, что, так как библиотека сейчас очень активно развивается, она в бету вышла буквально вот в октябре, то вот в этих примерах в них будут устаревшие моменты. Это нормально. Просто читайте документацию. А еще лучше читайте, вот, по-моему, где-то вот здесь есть еще раздел Release Notes, где перечисляются изменения в новых версиях библиотеки. То есть, скажем так, не копируйте вслепую пример из GitHub, а просто почитайте и учтите изменения, да, такие, как, например, AppCompat Library или изменения в Pager Library. И, наконец, если вы хотите вот просто взять почти готовый кусок кода, который займет у вас там где-то минут 45 или 60, покорректировать, можете взять CodeLab и поиграться с ним. Тоже очень хорошо. Что почитать для общего развития? Ну, мы с вами просто послушали первую лекцию, да, которая рассказывала как раз о вот альтернативных подходах, которые тоже правильные, да, но при этом альтернативные. Жизнь не заканчивается на Architecture Components. Используйте Android MVP Helper. Используйте или хотя бы познакомьтесь с такими библиотеками, как Moxie, Mosby. Почитайте про Rearq. И, в принципе, можно достаточно много информации найти про подходы, такие как Clean Architecture, либо другие способы комбинировать различные архитектурные паттерны и библиотеки. В частности, вот вроде как это такой базворд был совсем недавно, и он еще есть. MVP, Dagger, RX. На самом деле, надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи вы будете знать, что вот не обязательно использовать именно все вот в одном и том же стиле, можно комбинировать, это норм. И чем больше вы знаете альтернатив, тем больше у вас шансов в конкретной ситуации решить свою задачу быстрее, проще и с меньшей болью. Собственно, все. Да, если кому-то интересно, или кто-то собирается на Java Day, замечательная конференция будет в ноябре, и вы можете взять, сканировать эту штучку и получить дискаунт, если кому-то надо. Все. Все. Всем спасибо. А, да, еще маленький дисклеймер. Как и Никита, я скажу, что contribution needed. Если вы заинтересованы в вопросах мобильной архитектуры, либо вы сами контрибьюдите где-то, либо вам есть чем поделиться или послушать, подключайтесь к нашему маленькому клубу в Фейсбуке, Mobile Architecture Club. QR-код приложен. Там будет тоже интересно. Будет что-то новенькое. Вопросы? Всем привет. Спасибо за доклад, во-первых. Очень интересно, весело. Вопросы такие. Можно ли использовать отдельные репозитории для каждого типа сущностей? И нужно ли это делать? Вопрос очень хороший, спасибо. У меня еще есть. Я понял. Вот я уже вижу список. Вы можете сразу не садиться. Смотрите, на счет отдельных репозиториев. Мне этот подход не нравится. Я нигде не читал о том, что его нельзя использовать. Использовать, наверное, можно. Но, как по мне, если у вас приложение не мега сложное, если у вас там вот оно не требует прям совсем-совсем, я думаю, что методов до 50 в одном репозитории хранить вполне норм. Ну, окей. Это сколько строчек кода? Ну, 50 методов интерфейса. 50 методов по 50 строчек? Нет, я говорю об интерфейсе. А, интерфейс. Все, извините. Смотрите, если вы хотите… Ну, если у вас методы сами по себе большие будут, хотя по-хорошему в репозитории они небольшие, да, потому что это просто, ну, медиатор, вы можете использовать фасад и создать отдельные репозитории, как бы, то есть у вас один интерфейс будет, а внутри вы можете отдельные репозитории уже дергать. Ясно. Так, следующий вопрос опять же про репозиторию. Я услышал, спасибо. Очень познавательно. Следующий вопрос. Если у нас в репозитории одним из дата-сорсов лежит такая штука типа как WebSocket, которая может быть не только там вопрос-ответ, да, а она может еще сама генерить события, всякие данные, как бы, как в этом случае соблюдается dependency rule и, в общем-то, что происходит, как это сделать правильно. Да, то есть вот этот получится обратный такой дата-флоу, ну, дата-поток у нас. Смотрите, у вас есть возможность обзорить данные, да? Вот в примере Architech Components это LiveData. Скажем так, без LiveData это та же самая RxJava. Вы всегда можете создать observable в вашем репозитории, вернее в дата-сорсе, который слушает сокет, и просто нотифицировать через вот эту вот ссылочку, нотифицировать тех слушателей, которым нужно об этом знать. В классическом примере, там вот у меня был слайд, посвященный Weather, да, если вы будете слушать по WebSocket, например, сообщение о том, что вот у вас там поменялась погода или шторм, вот, то вам приходит нотификация, вы ее просто делаете пост в LiveData, и LiveData автоматически, если у вас нужный UI активен, просто его автоматически обновит. Кстати, сразу вопрос по UI, вот тут есть у меня. Как LiveData узнает о состоянии activity? То есть он как-то хранит ссылку на нее, не должен же, по идее? То есть откуда он берет вообще activity и понимает, как это происходит? Я сейчас долго буду классать туда-назад. Там всего один вопрос остался. Нет, все хорошо. На самом деле, смотрите, я все-таки попробую доклацать, а пока подумаю о том, что же вам ответить. Там взаимосвязь между activity и LiveData такая, что LiveData нотифицирует, а подписывается activity. Внутри вы передаете ссылку, activity подписывается на LiveData, и фактически, когда activity уходит, она просто делает unsubscribe. И в LiveData последний стоит, остается, правильно? LiveData его потом запрашивает. Потом запрашивает. Если activity подписалась. Ага, все, я понял. Например, вот в этот момент подписки. Да, я тоже смотрел этот метод, но требовалось пояснения. Кстати, такая же вещь работает в Moxie, например. Я вот, не знаю, за Android API helper не буду говорить. В Moxie у них тоже есть возможность проверить getViewState, а если там active, то, соответственно, что-то делать или не делать. Так, я, я… Извините. Ну, как бы и там, и там есть такая вещь. Так, последний вопрос, если позволите. Как тестировать DAO? То есть вы проговорили о тестировании слоев, там вплоть до репозитория, да? Ну, вот как тестировать непосредственно сами объекты, которые получают данные из сети или берут их из баз данных? Нужно ли это вообще? Как вот с этой ситуацией справляться? Тут два поинта. Первый. Не путайте DAO с дата-сорсом. То есть DAO не получает данных из сети. Ну, конкретно в Architecture Components. В отношении тестирования… То есть вопрос был о дата-сорсах или о DAO? То, что получает данные из сети. Окей. То, что получает данные из сети, можно тестировать либо на основе MOC-ов, имитирующих структуру данных из сети. Например, вы с разработчиком сервера согласовали формат JSON-а, и этот формат JSON-а вы так или иначе как-то задокументировали. Простейший вариант – вы этот JSON кладетесь к себе в какой-то там ресурсы, в ассеты, например, да, которые не компилируете при релизе, но они у вас на тестах используются. Вы загружаете его обычным стримом и, соответственно, передаете вместо потока там JSON, который получается с Retrofit. Это вариант один. Есть второй вариант, например, в AirMog библиотека, которая позволяет вам в вашем environment, запустив эмулятор, сэмулировать сервер, который будет отправлять опять-таки тот же JSON, но при этом вы протестите еще и JSON. Я вот честно скажу, я просто эту вещь щупал достаточно давно. Обычно все сводится все-таки к JSON, который у вас локально, но если вы хотите протестировать, что у вас библиотека, там, допустим, какой-то модифицированный Retrofit, который вы сами модифицировали, вы не уверены, вот он там мультипарт какой-то будет обрабатывать, там что-то сложное. То есть вы можете попробовать в AirMog. Окей, спасибо. Вам спасибо. Там был LiveData от WeatherObject, и он не read-only. Может ли Observer, ну, как бы, как бы данные разрушить? Ну, то есть копирует ли LiveData WeatherObject? Может быть, слайд влево-право? Да, ну, там, где ты подписываешься на Weather. Observer? Ну, например, этот. Ну, вот ты делаешь обзор, и вот в ЭЗА-энтри. Энтри, там есть методы set. Вот, как бы, и если вот в этом подписчике, я в этом ВЭЗА-энтри запишу что-то, что будет с остальными обзорами. Если разработчик перешагнул пикбаумера, то это возможно. Ну, тут просто не обязательно ты, то есть там, как бы, обычно, как бы, ну, доносят, ну, как бы, или во время вот выполнения вот этого Observer сети пришло еще обновление. Вот, и в ЭЗА-энтри уже будет обновленное, как бы, значение, или же, ну, вот, вопрос о копировании вот этих данных. Вот это очень хороший момент, кстати, насчет того, что если у вас конкарнси проблемы возникнут, да? Ну, как бы, я все время на проекте стыкаюсь, что нужно копировать, ну, то есть read-only object, и, как бы, потому что наслаивается множественное событие. Вот мне кажется, что здесь в ЭЗА-энтри, я не буду врать, но мне кажется, вот этот в ЭЗА-энтри это уже диспатченные данные, то есть это уже копия. Ну, если копия, да. Ну, проблем нет, но вот если это ссылка именно на этот объект. Смотрите, у вас вот здесь live data, да, и вы подписываетесь на изменения, то есть вот это вот, это измененные данные. По-хорошему, по-хорошему, вот это есть, я не буду врать, я, честно, я не помню тоже, вот, но по логике вот это вот как раз и мута был объект. Либо, если это не мута был объект, ну, за синхронисты. И еще вопрос, используете ли вы в продакшене? Хорошо вопрос, нет. Потому что, ну, те же фрагменты стабилизировались, где так 26-й support library, до этого там просто анархия. И, ну, как бы, как скоро можно пробовать его в продакшен, потому что Google, у них из альфа-версии библиотеки, наверное, не вылазят, как из студии. Ну, тут как бы, да, тут как бы момент тоже очень хороший. Смотрите, так же, как со студиями, то есть есть стабильная студия, есть студия в альфа-бете. Вас никто не заставляет пользоваться современными инструментами, которые вам позволяют там instant tabs строить, разбивать красиво, да, или использовать architecture components. То есть, как бы, Google никого не заставляет. Просто у Google вот есть такая возможность. Для маленьких стартапов вот эта штука прекрасно работает. Там, где вообще не важно, там. Только единственное, что надо всегда помнить, что не надо оставлять плюсик в Gradle, потому что, если вы, вот, ну, ну, вы поняли, да, то есть, если Google что-то обновит, и у вас потом все ляжет, ну, вот это будет боль. Помните, что вы используете библиотеку в альфе-бете, да, в ней может что-то поменяться? Зафиксируйте версию, следите за обновлениями, просто потом на определенный момент запланируйте рефакторинг. Это нормальная жизнь. Но, скажем так, вот такую вещь один мой знакомый делал с Flutter. Flutter еще в альфе, там еще нет вообще UI-дизайнера, там нет поддержки, например, Android Studio. Но у человека есть приложение уже в App Store. Но это приложение там двухэкранное такое очень простое, и как бы он на нем, ну, оно никак не связано ни с бизнесом, никакой ответственности. То есть кто хочет, там зашел, посмотрел, там расписание поездов. Какое-то такое вот. То есть для нормальных проектов, больших, я бы, например, переходил только тогда, когда Google скажет, что это все стабильно. Еще вопросы? Спасибо большое за ваш доклад. Очень интересно. Я хотел уточнить по поводу Room. Вы говорили, что для объекта нужно иметь только единственный конструктор, да, все остальные должны игнориться. Что будет, если будет не один конструктор? Не скомпилируется. Не скомпилируется, да, то есть на этапе компиляции произойдет ошибка. Вас просто Room не сможет сгенерировать. Давайте с вами посмотрим этот пример. Он тут совсем недалеко был, кажется. Смотрите, если у вас будет несколько конструкторов, то Room просто не поймет, какой из них использовать, да, и какие там dependency, и все. Поэтому просто лучше всего используйте нотацию. А он до конструкторов добирается через reflection, или? Я вам так и скажу, по памяти, но вроде бы да. Я понял. Спасибо большое. Кто еще? Все, тогда... А вот Никита еще. Тогда сейчас убойный вопрос. В чем преимущество Room перед другими ORM? Например, перед тем же DBFlow, то есть мы определяем DAO, мы создаем интерфейсы, например, еще, точнее, создаем методы в интерфейсе, какими мы будем получать данные. Любая ORM по факту это все предоставляет в виде какого-то метод чейна. Изначально нам не нужно ничего определять. Мы просто говорим, вот у меня есть сущность, я сделаю из нее таблицу. И потом я говорю, вот получи эту сущность 50 штук, я не определяю дополнительные методы и, в принципе, минимум телодвижения по сравнению с Room. Тебе нравится DBFlow? Да, любая, даже не навесный мне реал, он лучше, он удобнее. Но я бы сказал так, у Room есть, как бы, один такой бронебойный вообще фактор, это то, что это библиотека от Google. Да, ну, на самом деле, я тоже просто очень люблю разные серпати-библиотеки, они очень ускоряют жизнь, они зачастую, если вы следили за тем, как бы, как вот развивается Google, вот эти все штуки с RM-ами, они очень поздно появились. То есть, Google, он своего рода, как бы, учитывает мнение разработчиков, да, того же Джейка Вортона, который сейчас пришел там работать в Google над Котлином, вот, то есть, в свое время Dagger был написан внешним вендором, да, затем Google взялся за Dagger, они его немножко переписали, улучшили, там, сделали кодогенерацию, все такое, и, как бы, Dagger, который все любили, он сейчас, как бы, поддерживается Google, и за счет этого есть вроде как official support. Аналогичная ситуация с вот этой штукой. Я не уверен, что она на самом деле будет прям мега-супер-супер-крутой. Я уверен, что гениальные разработчики, которые не работают в Google, еще придумают что-то лучше, однозначно. И DBflow будет быстрее, и все такое, но во многих реальных боевых проектах из-за динамики развития certparty библиотек как бы архитекторы выбирают SDK. Например, во многих вообще проектах рекомендовалось использовать те же самые контент-провайдеры, хотя я от многих разработчиков слышал, что нафиг это не надо, и во многих ситуациях это, ну, как бы это лишний оверхед. Но тем не менее, из-за того, что контент-провайдер, например, в свое время был стандартом от Google, его знают все, его умеют применять, и он относительно стабилен. И тут как бы такой вопрос. Хотите ли вы иметь еще боль поддерживать там разные версии ОРМ, которые меняются в течение года, например, пять раз, да, или вы хотите испытывать боль два раза в год из-за Google? Вот. Ну, логично, да. Ну, но если поддерживать самую последнюю версию, то как бы боль от Google, она происходит чуть реже. Вот. То есть тут просто как бы тут такой анонс, что вроде как эта вещь будет стабильной, и она даст какую-то стабильность на какое-то время. Но это как сам Google заявляет, используйте то, что вам нравится, радуйтесь жизни, все будет хорошо. Так. Скажите, Константин, а есть ли какой-то способ в Clean Architecture пробрасывать данные, скажем так, на экран, кроме обзорва и ивентов? Или это практически аксиома? А вы могли бы уточнить вопрос? Ну, окей, смотрите, мы для того, чтобы доставить данные пользователю, отобразить их на вьюшке, мы там или обзорваем коллекшн, или мы там не используя данный прием, мы отправляем ивенты, там через Rx как-то это делаем, то есть доставляем данные, да, говорим о том, что их надо сходить и взять из репозитория. Есть ли какой-то другой путь или здесь уже практически шаг в право, шаг в лево, расстрел? Смотрите, обратная связь испокон веков реализовалась интерфейсами. То есть вот это вот незнание о реализации того, что он как бы на уровне вверху, да, его можно избежать посредством интерфейсов. Все вещи, связанные с Rx, eventbass, otto и тому подобными event-библиотеками, шинами, они как бы просто-напросто отвязывают вас от необходимости что-то имплементить. Это просто разные инструменты. То есть если хотите, вы можете использовать просто имплементацию интерфейса и все будет круто. То есть по-хорошему вы как бы вы знаете только об интерфейсе, который лежит в вашем лейере, да, допустим, там, домене, да, и, допустим, ваш интерактор знает только, что там есть какой-то интерфейс, там, например, ну, условно говоря, репозиторий, да, вот. Но при этом обратно, ну, данные, как бы они тоже не могут идти только через интерфейс. То есть в принципе в порядке вещей держать ссылку на объект, который реализует интерфейс, да, там, какой-то там iData Transfer. Вы только же сами сказали ссылку, да? Ссылки разные бывают. Ну вот на интерфейс. То есть вот смотрите, да, там есть софт, есть хард. Вот если хард, то это плохо. Окей. Если вик, то тут уже как бы уже лучше. Окей, спасибо. У Кости тоже есть чашечка, которую он сейчас подарит за лучший вопрос, я знаю. Да. Так, молодой человек, я просто вот вам не могу уже, потому что у вас уже есть, поэтому вам спасибо большое. и давайте еще раз поблагодарим Костю за такой прекрасный доклад. Спасибо большое, что пришли. На этом у нас все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...